Здравствуйте, дорогие телезрители! На связи Валерий Седов и сегодня мы с вами отправляемся в мир социальных сетей, чтобы понять, почему лайки больше не собаки и для чего нужен пруф, если не сидеть на нем. В эфире «Связь поколений». Кому же верить? Расскажем о том, чем отличаются фейковые новости от настоящих. Рубрика «Эксперименты» покажем, как же добыть пруфы. Фолловеры и лайки, где с ними гулять и куда их ставить. Основной темой станет фейк, а точнее фейк-ньюс. Словосочетание пришло к нам из английского языка. Фейк означает подделка, а ньюс — новости, то есть фейк-ньюс — фальшивые новости. Давайте сыграем в одну игру. Я вам покажу фрагмент новостного сюжета, ваша задача — отгадать, настоящий он или нет, то есть фейк. И в продолжение темы спорта. Свидетелями уникального природного явления стали жители Сочи. Вот что они успели снять на камеры мобильных телефонов. Над морем начинают собираться облака. Одно, второе, третье, четвертое и пятое. Постепенно они принимают форму, напоминающую кольца. Но самое удивительное начинается потом. Эти кольца образуют в небе хорошо узнаваемый олимпийский символ. Необычную картину было видно из нескольких районов города. Люди сразу начали фотографировать и снимать на видео. Разочарованием вызвало только то, что невероятное небесное представление быстро закончилось, облака рассеялись. По словам специалистов, сочинцы могли стать очевидцами крайне редкого оптического явления кольцевого свечения или эффекта галом. Новость показывали по федеральному каналу, но не может же она быть ненастоящей, правда? А нет, именно ее-то и выдумали редакторы. Была такая традиция 1 апреля выдумывать одну ненастоящую, то есть фейковую новость. Сюжет про олимпийские кольца как раз из таких. А если федеральному каналу можно, то почему бы нам нет? Дождь из риса обрушился сегодня на спальные районы города. Рязанцы были удивлены событию и первое время даже не знали, как реагировать. Собирать его или укрыться под навесом или зонтом. Так это рис. Это же рисовый дождь. Представители Росгидромета рассказали, что причиной такого атмосферного явления стала сильная торнадо, прошедшая в азиатских странах. Подхваченный ветром рис и морские животные обрушились на Рязань, Москву и Тулу. Подобные атмосферные явления ожидаются... Так, ребята, что вообще такое? На муниципальном канале такое вообще, в принципе, выдавать нельзя. Что, с ума сошли, что ли? Это Максим Васильев, редактор новостей телекомпании «Город». Но почему федеральному каналу можно, а нам нет? Да потому что федеральным каналам это можно было распространять только до 2014 года. А с 2019 уже вышел новый закон, по которому вот такие вот информационные сообщения – это просто фейк. То есть с экрана нельзя говорить все, что хочешь? Ну, конечно, нет. Нас же за это по закону накажут. Вот какие-то попало новости мы вот не выдаем. Так что вообще уходите с трибуны, река. Никаких фейковых, то есть ненастоящих новостей с этой трибуны вы не услышите. Так что давайте забудем про историю с рисовыми осадками и вернемся в привычную нам студию. В официальных источниках фейкам нет места. А так и в игровом или художественном кино – пожалуйста. Вспомните хоть знаменитую сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Если бы кино снимали в наше время, то не исключено, что фраза звучала бы так. «Говорят, царь фейковый!» Так что эта сцена вполне может стать для вас якорем, чтобы понять, что же такое этот самый фейк. На самом деле далеко ходить не надо. Слово «пруф» использовали еще пираты. Им не всегда платили деньгами, иногда излюбленным напитком пиратов – ромом. Правда, обманывали даже обманщиков и выдавали им некачественный напиток. А пираты вот что придумали. Они брали порох, поливали его ромом и поджигали. Но здесь мы делать этого не будем. Да, здесь нормально. В идеале порох должен загореться со звуком «пуф» или «пруф». Если ром плохого качества, то реакции не будет, и порох, соответственно, не загорится. Ну, давайте проверим. Ну, за такой ром пираты бы мне точно спасибо не сказали. Однако с тех пор «пруф» считается единицей измерения крепости Рома. Один «пруф» – это привычный нам 57 градусов. «Пруф» – это английское слово. Оно переводится как «доказательство». Перенося его в русские реалии, люди используют его во множественном числе. Как если бы они хотели сказать «доказательство». А сейчас мы с вами поговорим об одном важном слове. Важно оно потому, что звучит и пишется точно так же, как слово «современное». Употребить его в неправильном контексте – и все. И слово это… Валера, смотри, столько лайков и подписчиков привалило, как мы выложили связь с поколением. Это Михаил Шибанков, наш редактор информационных ресурсов. Так, погоди, Миш, какие лайки? Причем здесь вообще собаки? Ну, это стыдно не знать. Так, ну, если Мише это стыдно не знать, то нам не стыдно. Миша выложил нашу передачу в YouTube, поэтому к специалисту в этой сфере мы и отправимся, чтобы узнать, что эти слова вообще означают. Так точно, капитан Джек! Обракадушки! Ноги как у кошки! Помни, Джек, придется колдовать. Ты один меня можешь остановить. Фокус-фокус, диплодокус! Давай еще разочек. Фокус-фокус, диплодокус! Привет. О, привет. Вопрос к тебе, как к ютуберу. Что такое лайки? Ну, смотри. Лайк, он же лойс. Вот, это в переводе на русский, это «мне нравится», большой палец вверх. Это, по сути, оценка аудитории твоего творчества. Ну, и в противоход этому есть дизлайк, если кому что-то не нравится. Аудитория, которая смотрит, это подписчики? Ну, подписчики, фолловеры. То есть, лайк — это всего лишь знак, что аудитории нравится твой контент и твое творчество твоим фолловерам, то есть подписчикам. Слушай, не обязательно фолловерам. То есть, лайки могут ставить и просто, скажем так, пришлые люди, которые пришли, посмотрели, им что-то понравилось, они влепили большой палец, но посчитали, что постоянно это смотреть они не хотят, поэтому не стали подписываться на канал и пошли дальше бродить просторы интернета. Понятно, большое спасибо, тогда не буду тебя отвлекать. Давай. Так, на чем я там остановился? Так, фокус, фокус, дипадокус. Вот кто такие подписчики и что такое лайки. К собакамане не имеет никакого отношения, поэтому... Валера, смотри, сколько фолловеров привалило. А, здесь ты нас не проведешь. Это означает, что у нас подписчики появились. Да, все так. Смотри, сколько этих подписчиков в НСЕВК. Подожди, где? Так, осталось понять, что Миша сказал. Инстам. Есть у меня одна знакомая модель. Здравствуйте. А что это вы делаете, для чего вы видео снимаете? Здравствуйте. Я снимаю видео для того, чтобы его выложить в Инстаграм. Что такое Инстаграм? Вы не знаете, что такое соцсети Инстаграм? Я вам сейчас расскажу. Инстаграм – это такая площадка, на которой можно выкладывать фотографии, можно обмениваться информацией, а можно еще и зарабатывать, когда продвигаешь себя или какую-то услугу. А продвижение себя? Зачем себя продвигать? Как себя продвигать? Что это такое вообще? Ну, вообще, если вас нет в соцсетях и в интернете, ну, о вас практически никто не знает. А так как в соцсетях у нас сидит огромное количество людей, практически весь мир, то вы, представляете, можете общаться, и вас может увидеть любой человек. А если вы еще что-то продаете или продвигаете, то о вашей услуге тоже может узнать любой человек. Инстаграм – это единственная площадка, которая существует, или есть и другие? А, я вижу, вы заинтересовались, да, уже? Инстаграм, конечно, это не единственная площадка. Есть и Фейсбук, ВКонтакте, ТикТок для молодежи. Но Инстаграм, наверное, это сейчас самая удобная площадка, где собраны все инструменты для того, чтобы продвигать себя и, как я уже сказала, зарабатывать. То есть это рекламная площадка или она используется как для общения? Нет, это не рекламная площадка. Это площадка онлайн, где вы можете продавать, обмениваться опытом, рассказывать, давать информацию, получать информацию. То есть там можно делать все. Но если там можно делать все, это скорее плохая соцсеть, чем хорошая, или скорее хорошая соцсеть, чем плохая? Я бы сказала, что это изумительная, изумительная возможность для тех, кто хочет зарабатывать и хочет масштабно развиваться. Соцсеть в данном случае – это, конечно же, добро. Наталья, спасибо большое, стало куда понятнее. Пожалуйста. Сегодня мы узнали достаточно много новых слов в социальной сети, такие как ВКонтакте или Инстаграм, и то, что там можно ставить лайки и подписываться. А если вы смотрите нашу передачу именно в Ютубе, то советую вам это сделать. Так, стоп, на сегодня достаточно. Мы и так узнали много новых слов. Отличить фейковую новость от настоящей и запрашивать для этого пруфы. Надеюсь, что после нашей передачи вы понимаете, что это такое. А если вы услышали или столкнулись с непонятным словом, то пишите его в комментариях под видео, и мы обязательно расскажем о нем в следующих выпусках. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok